Здравствуйте, дорогие зрители! В видеолектории отдела искусств шедевра Мирового музыкального театра к юбилею со дня открытия Московского государственного академического детского музыкального театра имени САЦ представляется романтический балет Владимира Юровского «Алые паруса». Своё имя театр получила в честь советского режиссёра, первого в мире женщины, режиссёра опер Натальи Ильинична САЦ. Наталья Ильинична считала, что дети могут и должны с детства знакомиться с такими сложными взрослыми видами искусства, как опера и балет. Творческая деятельность Натальи САЦ – яркий пример того, как много может один человек сделать для культуры своей страны. Сегодня перед зданием театра ей установлен памятник. Наталья Ильинична изображена с двумя детьми в костюмах волка и красной шапочки. В наше время театр известен по всему миру своими уникальными постановками. Для юных зрителей адаптируются лучшие произведения русской и зарубежной классики. «Золушка», «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста», «Повелитель мух», «Кармен», «Лебединое озеро» и другие. Играть для детей – задача сложная, требующая особого подхода и таланта. Ведь это самые требовательные зрители, моментально чувствующие фальшь. И музыкальный театр успешно с ней справляется. Даже самые маленькие зрители не испытывают сложности с пониманием сюжета. Действие представляется очень ярко, наглядно, с выразительными декорациями и костюмами, передающими характер персонажей. В театре царит особая атмосфера детства и сказки. Внутри стены расписаны яркими узорами, дверные ручки оформлены в виде скрипичных ключей. Повсюду изображения любимых персонажей. Театр «Сац» поставил множество спектаклей, полюбившихся детям и самим артистам. Это балет Половинкина «Негритенок и обезьянка», опера Рубина «Три толстяка», опера Раухвергера «Красная шапочка», балет Ларионовой «Муха-цакатуха». История появления в репертуаре театра «Алая паруса» по одноименному произведению писателя Александра Грина уникальна. Творчество Грина, пронизанное верой в светлую героическую природу человека, не раз становилось настоящим ориентиром для многих художников. Интересно, что балет «Алые паруса» композитор Владимир Гюровский задумал как романтическое объяснение в любви жене. Это было накануне Великой Отечественной войны. Премьера балета «Алые паруса» состоялась в декабре 1942 года на сцене Куйбышевского оперного театра, куда был эвакуирован Большой театр. В то время, когда на Волге у стен Сталинграда шла битва с врагом, спектакль нес веру в победу, нес в леденящий зимний город весть о близкой весне. Через год премьера балета состоялась в Москве. Партию «Ассоль» танцевала блестящая балерина Ольга Лепешинская. В 1984 году Наталья Сац возродила балет на сцене Детского музыкального театра. С этим спектаклем, специально переименованным в «Паруса надежды», театр Натальи Ириничный Сац побывал на гастролях за рубежом, собирая везде положительные отзывы. Не только юные, все взрослые были очарованы этим выступлением. Балет рассказывает историю любви девушки «Ассоль» и капитана Артура Грея. Рыбак Лонгрен после смерти жены остается с дочерью один. Игрошечный кораблик, подаренный сказочником девочке, рождает в душе «Ассоль» прекрасную мечту о том, что когда-нибудь к ней приплывет на большом корабле с салами и парусами тот, кто везет ее в другую страну, где нет ни насилия, ни жестокости, где торжествует любовь, мечта сбывается. Желаем вам приятного просмотра.